Практика английского языка в среде это очень важно. Чтобы выбрать подходящие курсы, я рекомендую вам обращаться к экспертам бюро прямой разговор. Они знают, какие программы Мальты, США, Австралии, Новой Зеландии, Канады предлагают лучшие программы для всех уровней. А также помогут вам с проживанием, поступлением и визой. Ссылки на них я оставлю под этим видео. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим про пассивный залог. Так, у нас в английском языке есть активный залог, есть пассивный залог. Активный залог мы с вами тщательно проходили. Времена present, simple, present, continuous, present, perfect, present, perfect, continuous, past, simple, past, continuous, past, perfect, future, simple, future, continuous, and future, perfect. О, мой гад! У нас было столько времен. Все эти времена я собрала в один большой курс, который называется полный курс по временам, поместила на мой сайт EnglishVitalina.ru, и вы можете его сейчас приобрести с огромной скидкой. Что очень хорошо, потому что более 80 часов практики, где вы найдете так много практики, это очень дорого, если вы будете заниматься с репетитором, если вы идете на курсы, то там много людей сидит. Сейчас вы можете заниматься на видео и также практиковать ваши речевые навыки вместе со мной, как видеоучителем. Но это был полный пакет по активному залогу. О, ла-ля! У нас появляется пассивный залог. Пассивный залог имеет также очень много времен. Present, simple, passive voice, present, continuous passive voice, present, perfect passive voice. Боже мой! Их немножко меньше, чем в активном залоге, но их также много в пассивном залоге. И знать их также нужно, потому что они также часто употребляются, как и времена активного залога. Очень многие студенты учат активный залог и вообще не знают пассивный. То есть это не говорят вот только в активном залоге, а вот дальше свои головы не прыгают. А ведь пассивный залог, он везде, в газетах, на телевидении, в жизни его можно везде увидеть. Почему мы не уделяем внимания пассивному залогу? Мне вот это интересно. Пассивный залог также может быть натренирован, как и активный залог. Поэтому нужно просто говорить, чтобы начать говорить в пассивном залоге. В общем-то, у меня на сайте вышел курс по трем временам пассивного залога. Это present simple passive voice, past simple passive voice и future simple passive voice. Все это объединило в один курс. Очень много практики в этом курсе. В общем-то, видео курс уже находится на моем сайте englishviterina.ru. Как строится данный курс? Мы с вами берем одно время, к примеру, present simple passive voice. Мы изучаем, как оно строится. Вопросительные, отрицательные, повествовательные предложения. И мы делаем очень много предложений на перевод. А также я вам задаю вопросы, и вы должны ответить в пассивном залоге. Это значит, что вы будете думать в пассивном залоге. Невозможно начать говорить в пассивном залоге, просто пройдя теорию. На моем канале на ютубе я сделала теорию passive voice. Но очень сложно переключить свой мозг с активного залога в пассивный и еще и говорить на нем. То есть, в нужный момент вспомнить, что здесь нужен пассивный залог. Без практики это практически невозможно. Поэтому я именно решила, что нужно налечь на практику в пассивном залоге. И создала для вас этот курс. Поэтому на него сейчас, в течение недели, будет действовать скидка. Все те, кто рвется изучать английский язык, вот он ваш шанс. Начинайте уже учить пассивный залог. Если вы еще сидите на активном залоге, можете его сейчас приобрести, чтобы ваше обучение шло, скажем так, одно за другим. И, скажем так, для тех, кто действительно хочет обучаться, я хочу дать вам возможность получить этот курс намного дешевле. Курс состоит из 8 длинных видео, где в каждом видео вы будете проходить как минимум 2-3 часа. То есть, практики будет достаточно много, дорогие мои друзья. Я хочу, чтобы вы, наконец-таки, изучили пассивный залог и уже начали разбираться. Кроме того, как мы с вами говорим о конструкциях пассивного залога, мы с вами берем новые слова. А это значит, что вы не только выучите, как строится пассивный залог и как задаются вопросы, но и вы наберете ваш словарный запас, что также очень важно в английском языке. Мое обучение состоит из трех элементов. Это как нужно строить предложение, то есть грамматика, с какими словами нужно строить, то есть лексика, ну и чтобы говорить, нужна практика. Вот на этих трех китах строится мое обучение. Дополнительную информацию вы можете найти у меня на сайте в разделе «Пассивный залог». Кстати, ссылочку я оставлю в описании. Приобрести данные видеоуроки можно прямо с сайта. Если у вас не получается это сделать, напишите мне личный имейл, и я тогда лично вам помогу. Никто из вас не останется без курса. Это просто невозможно. Наша задача сделать ваше обучение приятным и эффективным. Ну и все те, кому нужны индивидуальные уроки, к примеру, вот вы прошли курс «Пассивный залог», и вам все-таки хочется посмотреть, а как же вы будете ориентироваться в речи, то вы можете взять урок «Консультацию», к примеру. Также обратитесь ко мне в личные сообщения ВКонтакте или напишите личный имейл. Ну что, дорогие мои друзья, сейчас я помещу маленький кусочек из этого курса. Вы посмотрите, как идет обучение. И добро пожаловать в мой новый курс «Пассивный залог». Я знаю, вы сможете его осилить, дорогу осилит идущий. Так, давайте мы с вами вспомним три выражения с предлогом. Это говорить о... Посылать за... Ждать кого-то... Если в русском языке мы ждем кого-то, и предлога здесь нет, то в английском языке предлог есть, и он стоит в конце. My friend is waited for. Моего друга ждут. My friend is sent for. За моим другом послали. My friend is talked about. О моем друге говорят. Продолжаем дальше. На него смотрят. Смотреть на... Look at... Фразовый глагол. He is looked at. Его слушают. Слушать это... Listen to. Переводим. Правильный ответ. He is listened to. Над ним смеются. Смеяться это... Love at. Правильный ответ. Жить в доме. Live in. В доме не живут. Отрицание. The house is not lived in. Спать в... Sleep in. В кровати не спят. The bed is not slept in. Так, посмотрите, пожалуйста. Предлоги еще раз появляются у вас по-английски. Переведите их. Давайте с вами попробуем теперь составить вопросы. В кровати спят? Правильный ответ. Is this bed slept in? В этом доме кто-нибудь живет? Is the house lived in? Над ним смеются. Вопрос. Правильный ответ. Is he laughed at? Ее слушают? Правильный ответ. Is she listened to? На меня смотрят? Правильный ответ. Am I looked at? Тебя ждут? Are you waited for? За ними послали? Are they sent for? О нас говорят? Вопрос. Are we talked about? За кем послали? То есть кто есть послан за? Правильный ответ. Так, дорогие мои друзья, теперь появляются по-русски те выражения, которые мы с вами взяли. Ваша задача устно сказать мне их по-английски.